Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградерству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградер по призванию. Мы занимаемся выращиванием винограда более 10 лет, а наша коллекция составляет более 250 сортов и гибридных форм. 8 апреля у нас сегодня. Сегодня мы раскрываем наш виноград и осуществляем сухую подвязку. Для тех зрителей, которые только недавно появились на нашем канале, немножко расскажу, что у нас два участка. Один маленький, где у нас взрослый виноградник, и второй большой, где у нас молодой виноградник. Не так давно я вам показывала открытие теплицы, вот это на втором участке, но сегодня раскрытие и подвязку мы с вами будем делать на большом участке, где у нас виноградник молодой. 8 апреля у нас на дворе, и уже несколько раз в этом сезоне говорила, но еще раз повторю, про сроки открытия винограда. То есть есть несколько подходов, можно пробовать держать под укрытием до последнего, но надо понимать, что в определенный момент наше укрытие начинает играть роль, скажем так, теплички, роль обогревателя. И это не совсем хорошо, по крайней мере в наших условиях, потому что пробуждаются почки, вырастают большие побеги, мы держим там примерно до 9 мая, да, пока у нас не пройдут заморозки, побеги уже большие. Подвязывать все это крайне плохо, долго, при этом все равно молодые побеги, они хрупкие, они обламываются, но мы теряем как бы самое лучшее. Тоже мне периодически кто-то пытается доказать, что вот нет, вот так вот хорошо, там в каналах и так далее. Да, это может быть хорошо, когда у вас пару лоз, да, это может быть хорошо, когда у вас вот, ну сегодня молодой виноградник, да, поэтому здесь так не покажешь на примерах. Там 2-4 побега, да, их легко поднять, да, их легко подвязать, даже если там будут раскрывшиеся почки. Но когда у вас уже хорошие взрослые кусты, а когда их большое количество, тем более, да, повторюсь, 250 лоз на сегодняшний день растет у нас вот совокупно на двух участках, то уже возиться вот с этой вот зеленкой, ну, это не просто трудоемко, это очень трудоемко, поэтому мы стараемся вообще каждый год наше хозяйство расширяется, да, мы стараемся минимизировать свои трудозатраты и делать все как можно легче, как можно быстрее. Так, вот они наши лозы, третий год здесь кустам, и вот смотрите, то, о чем я говорю, обратите внимание, трава, да, здесь маленькая, вот где сняли укрытие, она уже такая довольно большая. Прогнозы погоды обещают нам вообще очень хорошую, теплую погоду, там 14-16 градусов, днем ночные температуры тоже плюсовые, поэтому вот мы выбрали именно такое время для раскрытия, раскрывать раньше не имело смысла, тоже повторю, для тех, кто не смотрел предыдущие ролики, потому что наша задача еще была и поддержать холод от земли, да, у нас уже был такой неплохой период тепла, но мы знали, что впереди еще не погода и холод от земли можно поддержать. В нашем регионе, в нашем конкретно, в Беларуси, Минской области, ранний старт это плохо, будет время, поговорим об этом отдельно, но у нас это плохо, поэтому вот сейчас оптимальное время, много норок, ходили здесь, скорее всего, что все-таки кроты, вот тут и нарыто было, такие горочки, да, но все лозы целые, здесь все хорошо. А теперь наша задача поднять лозы из земли и привязать к нижней проволоке. Вот эта проволока у нас для земнего укрытия, вот это вот первая проволока, которую мы подвязываем. Значит, мы используем формировку со смещенной зоной плодоношения, есть отдельное видео, что это такое, вот схематично картинка, чтобы вы примерно представляли, о чем мы говорим. И наша задача, вот эту вот лозу, вот мы чуть-чуть сместимся, смотрите, вот это голова куста, то, откуда куст растет. Вот эту лозу, это у нас будущий рукав, пока что это плодовая стрелка, мы начинаем ее подвязывать на середине, между двумя кустами. Ну, понятно, что никто тут линейкой ничего не обмеряет, так приблизительно. Ну, так вот, наша середка, и здесь я просто лозу, наматываю на проволоку. Вот, все очень просто и очень быстро. Не надо бояться, что мы что-то повредим. А теперь представьте, если бы здесь были вот такие почки, то уже так быстренько я бы не подвязала. Можно, конечно, какими-то проволочками закреплять еще чем-то, но вот это вот самое простое, самое быстрое с нашей точки зрения. Так, вот здесь, смотрите, у нас второй побег, и мы его должны были вот наматывать примерно вот отсюда. Но он у нас не дорос, к сожалению, так получилось, поэтому будем его наматывать там, где он наматывается. Я тут хвостик по осени не обрезали, я лишнее обрежу, тут оно сухое. Вот, все, вот здесь оно уже живое, ну, конечно, ну, вот до серединки никак, потому я начну его наматывать чуть раньше, вот здесь. То есть, в идеале было бы, это чтобы эти лозы пересеклись у нас в одном месте. Ну, посмотрим, я где-нибудь, есть у нас еще дальше длинные, вот эти плодовые стрелки, длинные будущие рукава. Покажу вам там, как это все выглядит. Вот, смотрите, здесь у нас почти идеальная ситуация получилась. Ну, чуть-чуть-чуть вот этот побег не дорос, а вот этот идеально, вот у нас середка между кустами. Так, и вот здесь у нас будет зона плодоношения. Ну, повторюсь, это кусты молодые, поэтому, да, первые годы здесь чего-то вот может не хватать. А в дальнейшем получается, что вот, опять же, второй кустик у нас, вот сюда бы пошла вот эта лоза. То есть, здесь вот нам задача этого года, вот отсюда вырастить побеги хорошие. И вот их туда положить на плодовые стрелки, вот до сюда у нас будет рукав. А вот у нас дальше плодовые стрелки, которые будут плодоносить вот здесь. И вот в этом месте у нас как раз-таки очень хорошо получилось все подвязать. Ну, вот здесь еще тоже. Вот как раз у нас идеальная ситуация. Середка между кустами. Одна лоза в одну сторону пошла, другая в другую. Да, до головы кустами еще немножко надо подрасти, но ничего, подрастут. Вот видите, подвязаны наши лозы где-то, где было не совсем удобно накручивать. Использовали топинер. То есть, вот эта накрутка, это же не единственный, вот прям правильный способ подвязки. Да, ну, хотите, можно топинер использовать, можно проволочки, можно еще какие-то подручные вам средства. То, что вам удобно. Ну, вот это уже кустик получается четвертый год. Мы его брали двухлеточкой. И видим здесь уже всего гораздо больше. Да, уже здесь вот восемь у нас плодовых стрелок. По две на каждой плоскости, по четыре в каждую сторону. Вот я подойду сюда и покажу вот этот куст. Вот два, 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 два. То есть, вот это уже усиленное плодовое звено. Но об этом как-нибудь отдельно будем разговаривать, чтобы сейчас вас не вводить в заблуждение. Вот, я вам опять же показывала там возле дома одна плоскостная шпалера. Здесь двуплоскостная. И, в общем-то, удалось вот на второй год много где вырастить. По четыре побега. Четыре будущих рукава. Пока что это четыре плодовые стрелки. Также и такая формировка тоже не является единственно правильной. Мы выбрали ее для себя как наиболее оптимальную. Ну, кто-то может формировать по-другому. Ну, и, соответственно, подвязывать тоже несколько по-другому. Еще такой момент. Бывает, что когда мы лозу поднимаем, мы видим, что хвостик сухой. Надо ли его обрезать? Вот, смотрите, пример. Вот здесь самый хвостик лозы. Он сухой. Можно не обрезать. Если вам он удобен при подвязке, ну, бывает, что именно удобен. Можно оставить, обрезать потом. Если вы обрежете и обрежете до зеленого, то тоже ничего страшного и критичного. Если лоза начнет плакать, это тоже не страшно. А в некоторых случаях даже хорошо. Вот, смотрите, здесь хвостик обрезали, и сразу пошел плач лозы. Пока у нас не раскрыты почки, вообще ничего страшного в этом нет. Но вот такая весенняя обрезка, скажем так, обновление срезов и то, что лоза начинает плакать, сдерживает распускание почек. Примерно дней на 10-14. Опять же, в нашем случае это может быть благо. Потому что задержится распускание почек, и вполне возможно мы проскочим майские заморозки. Никто не знает, будут они или нет. Год на год не приходится, поэтому всяко может быть. Делать ли это специально, решать вам. Но если увидели, что на свежем срезе лоза стала плакать, ну вот вообще ничего страшного. И не надо ее там как-то зажимать, закручивать, еще что-то. Это абсолютно нормальное явление. Итак, укрытие мы сняли, но не все. Есть еще у нас вот такие вот курганчики песчаные. Это молодые посадки, посадки прошлого года. Годовалые кустики. Укрывали мы их землей вот такими вот курганчиками. И пока что мы их открывать не будем. Пусть они так себе в этом песочке и будут. А уже в мае, как придет нормальное тепло, откроем. Подвязывать их не нужно, да. Если там какие-то ростки пойдут в рост, ну и ладно. Ну, единственное, конечно, тоже откапывать. Надо будет аккуратненько, чтобы не повредить молодые побеги. Еще такой момент. Кто-то спрашивает, что после открытия нужно ли лозы чем-то обрабатывать. Мы ничем не обрабатываем. Обработки начнутся тогда, когда у нас появится зеленая масса. Сейчас вот мы открылись, подвязались. Дальше наблюдаем за погодой, наблюдаем за развитие наших лоз. Если у нас начнут набухать почки, пушиться, распускаться. И в этот момент будет прогноз, что будут ночные отрицательные температуры. Тогда, конечно, нам надо будет думать об укрытии этого виноградника. Но, к сожалению, в нашем регионе по-другому не получается. Ну, может быть, нам повезет и в этом году будет хорошая весна. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку еще. Ссылка на другие полезные видео. Ссылка на каталог наших сортов винограды и наши контакты. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok